Давай, будем на связи. Знаешь что, запиши мой Steam ID. Гамбла... Прости, прости, стоп. Что? У тебя что, нет Steam? Нет, у меня его нет. Ты хоть знаешь, что это? Не знаю. Какого лешего? Катись к хуйам тогда. С такими не разговариваю. Ты серьёзно? Каждый месяц Steam посещает 120 миллионов пользователей. Все они играют, покупают, продают, общаются и бесконечно складируют в своей библиотеке десятки, если не сотни проектов. Сервис коренным образом изменил рынок ПК и до сих пор остаётся лидером в этой области. Но что помогает ему удерживать пальму первенства? Как сервис Valve совершил революцию в сфере распространения и почему его так трудно потеснить? Как устроен интерфейс программы и как рекомендации заставляют нас покупать проекты, которые мы никогда не запустим? Мы рады приветствовать вас на канале Time Video Game. Сегодня мы приглашаем вас вместе с нами разобраться в том, как работает Steam. Для того, чтобы проследить, как Steam пришёл к лидерству на рынке ПК-гейминга, нам нужно проследить историю становления магазина и оглянуться на несколько десятилетий назад. В те времена, перед совсем ещё молодой индустрией, возникла первая серьёзная проблема. Проблема дистрибуции. Распространение и потребление игр всегда зависело от формата носителя. К 1982 году выручка с консолей составляла 4 миллиарда долларов, а с аркадных автоматов — все 8. Это соотношение начало меняться с появлением устройства с постоянной памятью — картриджей. Для разработчиков это был не самый лёгкий период, они были скованы несовершенством технологий, и им приходилось быть довольно сдержанными в своих взглядах и решениях. Худшими днями для разработки были дни картриджей для NES. Это был огромный риск, когда все деньги привязаны к кремнию где-то на складе. Ты будешь консервативен в решениях, которые ты делаешь, и очень консервативен в отношении тех IP, на выпуск которых подписываешься. Ты точно не изменишь своё художественное видение проекта или что-то в этом роде. К 90-м ПК рынок окреп и разросся. Так, прибыль, полученная с него в это время, была равна 19 миллиардам долларов. Для сравнения, аркады принесли 7 миллиардов, а консоли — 6. В это время полки рядовых пользователей завоёвывал новый носитель — компакт-диски. С приходом интернета появились энтузиасты, что пытались распространять свой продукт через сеть. Скачать саму игру было ещё очень трудно из-за медленного соединения. Зато люди оставляли заявки на сайте и заветную копию им высылали по почте. Схожим образом распространялись фильмы. Так, например, Introversion Software продавала свой хит о хакерских буднях «Аплинк». Том Арунделл, финансовый директор студии, рассказывал, что через интернет им удалось сделать 90% дохода от продажи. Чтобы оформить свою страничку и начать принимать заказы, им понадобилось всего две недели. В то же время на физические полки магазинов они попали только спустя 4 месяца и один хвалебный обзор от PC Gamer. Продавать проект в сети для них оказалось куда быстрее и выгоднее. Интернет дал людям новые возможности. Теперь для игры вместе не нужно было собираться с друзьями дома, поскольку сессии организовывались в интернете, а участие в них могли принимать чуть ли не сотни людей. Все они явно в гостиной не поместятся. Причин выходить из дома становилось все меньше. Ко всему прочему, интернет позволил умельцам делиться своим видением индустрии. Одним из способов такой коммуникации были моды. Тут мы подходим к Гейбу Ньюэлу. До создания собственной компании отец Steam работал в Microsoft. Когда Windows вышла, Гейб увидел, что компания совсем не уделяет внимания двум самым востребованным на этой системе вещам — играм и порно. Позднее он покинул корпорацию, основал Valve и принялся окучивать очень перспективный рынок интерактивных развлечений. Так на свет появилась Half-Life. А из нее в качестве модификации выросла уже Counter-Strike. Мод поднял шумиху, чем привлек внимание самой Valve. Она выкупила фанатский проект, продолжив развивать его уже своими силами. В 2000 году Counter-Strike работала на системе Vote Opponent Network. Она позволяла пользователям сражаться друг с другом по сети. Однако популярность КС превращала каждый новый патч в головную боль. Надо было каким-то образом заставлять людей идти на официальный сайт и качать оттуда апдейт. Кроме того, наплыв пользователей в первые дни частенько обваливал сервера. Из-за этого получить обновления могли лишь единицы. Компания начала раздумывать над созданием клиента для обновлений. Мы встречались с Юху, Амазон и многими другими компаниями, которые, как мы полагали, могли бы осуществить подобное. Мы даже ходили в ЦИСК и спрашивали, знают ли они кого-нибудь, кто занимается этим. Мы не хотели делать такое сами. Это казалось очень и очень сложным. И все говорили, нет, нет, возможно в будущем. А мы отвечали, нам необходимо это уже сейчас. Будущее слишком далеко. Ньюэлу и команде не оставалось ничего, кроме как заняться созданием подобной системы своими силами. В жертву прогрессу пошла полюбившаяся всем Вон. Была упразднена за ненадобностью, а наработки легли в основу будущей платформы. Пользователи оказались настроены крайне негативно к такому ходу событий. Энтузиасты даже начали делать любительский аналог под названием Вон 2. Однако Valve было уже не остановить. Она вовсю разрабатывала Steam. Работа была завершена к 12 сентября 2003 года. В своем первозданном виде сервис был всего-навсего центром обновления для Counter-Strike. Первая версия, как и положено, была неудобной и забагованной. Хоть люди и получали обновления одновременно, сервера все равно не справлялись с наплывом и регулярно падали. Также пользовательский опыт скрашивал неудобный интерфейс. Восторг людей от привязки любимого проекта к Steam доносился с каждого форма. Тем не менее, Гейб не собирался отступать. Клиент с автоматическим обновлением был первым шагом к изменению потребления игр. Со временем компания начнет настаивать на важности обновлений. Это станет еще одним способом продвижения магазина. Разработчики, например, получили возможность исправлять баги прямо в день выхода. Возможность изменять проект после релиза приведет к появлению DLC, а в будущем это все перерастет в игры-сервисы. Привычная нам уже возможность скачивать обновления — главный столб Steam. Позже сотрудники Valve будут вспоминать, что все, что сейчас происходит с магазином, это последствия модели разработки и распространения Counter-Strike. В 2004 году Valve выпускает свой следующий хит — Half-Life 2, эксклюзивно в Steam. Нравилось это кому-то или нет, чтобы поиграть нашумевший шедевр, придется скачать клиент. Даже при приобретении игры на физическом носителе. Желание прикоснуться к продолжению одного из самых влиятельных шутеров 90-х оказалось сильнее, и люди начали загружать на свои устройства вожделенную программу. Своим смелым поступком Ньюэлл показал — интернет — хорошее место для продажи игр, а его компания к тому моменту уже могла похвастаться немалой базой пользователей и готовой инфраструктурой. Подобное не могло пройти незамеченным мимо других разработчиков, а потому они постепенно стали добавлять свои проекты на витрину цифровой лавки. Как позже рассказывал Гейб, их главным козырем было отсутствие расходов на дистрибуцию. По мнению Ньюэлла, если человек сделал возврат, то издатель зря потратил на эту копию деньги. В цифре же можно позволить себе эксперименты, а если игру не скачают, ты не тратишь деньги на печать, упаковку и отправку дисков по магазинам. К 2006 году в магазине было уже 100 сторонних проектов. Valve добавила поиск, интегрировала в платформу Metacritic и внедрила возможность сортировки игр по жанрам. Из скудной страницы со всего двумя товарами Steam перерос в полноценный магазин, где покупать тайтлы стал удобнее, чем когда-либо. Особенно это выгодно смотрелось на фоне всяких противопиратских защитных систем, к использованию которых то время прибегали издатели в рознице. В целом, мы думаем, существует фундаментальное заблуждение о пиратстве. Пиратство — это почти всегда проблема обслуживания, а не проблема ценообразования. Например, если пират предлагает приобрести продукт в любой точке мира, круглосуточно, без выходных, прямо с вашего персонального компьютера, а издатель говорит, что продукт будет доставлен в вашу страну через три месяца после выпуска в США, и он будет продаваться только в обычном магазине, услуга пирата будет более ценной. Наша цель — повысить ценность услуг, и в этом мы оказались достаточно успешны. Поэтому пиратство не является проблемой для нашей компании. Например, до выхода на российский рынок нам говорили, Россия — пустая трата времени, потому что все будут красть нашу продукцию. Однако Россия вот-вот станет нашим крупнейшим рынком в Европе. Магазин обрастал все новыми функциями, и от версии к версии становился только удобнее, что привлекало все больше народу. Так, в 2008 году сервис насчитывал уже 20 миллионов пользователей. Помимо многочисленных косметических изменений, у платформы появилась Steam Cloud. Благодаря этой функции пользователи получили возможность складировать сохранения и персональные настройки в облаке, что облегчало использование платформы на нескольких компьютерах. Для крупных издателей Steam стал лакомым кусочком. Большая база пользователей, удобный сервис и скидки, способствующие увеличению продаж. Правда, за все это приходилось отдавать 30% от прибыли, но другого выхода по сути и не было. Изначально распределение цен по регионам в магазине было максимально прямым и простым. Количество валют было ограничено, а ААА игры стоили 60 долларов, 60 евро и 60 фунтов. Такой подход никак не удавалось назвать честным. Со временем Гейб и команда начали внедрять региональную политику. Valve стала предлагать разработчикам и издателям свои варианты цен для различных регионов. Что влияет на стоимость, до конца не ясно, поскольку последнее слово всегда остается за издателем. На его решения могут влиять как курс валют и ВВП на душу населения, так и прочие факторы. В начале десятых, например, цена в некоторых регионах была привязана к дисковым версиям. Происходило это по простой причине. Они банально были популярнее. Издатели не могли себе позволить продавать цифровые копии дороже, но и не хотели ставить цену ниже их физических аналогов. В какой-то момент EA и Ubisoft, заметив успех Valve, подумали «А мы чем хуже-то?» и запустили собственные магазины. Пользователей это, конечно, разозлило. Если раньше все их приобретенные игры хранились в одной библиотеке, то теперь приходилось держать на своем ПК несколько лаунчеров сразу. Кроме того, у Valve было большое преимущество. Компания методом проб и ошибок годами оттащивала свой сервис. Свежевышедший же Uplay и Origin, не желавшие перенимать опыт своего парового собрата, смотрелись сырой пародией на творение Гейба. Путанный, иногда лагающий интерфейс, проблемы с подключением и сохранение, которые могли стереться по мановению строчки кода. Все это Steam уже давно перерос, и, очевидно, пользователи не хотели делать скидку на фору во времени и отнеслись к новым магазинам очень критично. Выгодно на их фоне смотрелся разве что ГОК от CD Projekt Red. Он предлагал то, чего у лавки Гейба не было, а не забирал у пользователей то, что они уже имели. Любовь аудитории, магазин заслужил оптимизации старых игр под современные операционные системы. CD Projekt Red собрала под одной крышей проекты, которые было уже нельзя приобрести, либо без дополнительных ухищрений не запустить. Кроме того, магазин продавал проекты без DRM-защиты, а со временем позволил пользователям объединить в нем все библиотеки из других лаунчеров. CD Projekt била по тем точкам, которые были слабо развиты, либо вообще не развиты у лаунчера Valve. Этим она и заслужила любовь публики. На фоне ГОК магазины от крупных издателей выглядят как попытки не платить комиссию в Steam. Издатели знают, что люди в любом случае придут за их хитами в неудобный Origin или Uplay. Такие сервисы не пытаются быть в чем-то лучше творения Ньюэлла и команды. Они зарабатывают деньги через простую безальтернативность. Лучше всего ситуацию описывает цитата Джон Блатчер, менеджера по коммуникациям Motion Twin, разработчика Dead Cells. Steam — ужасная платформа, пока ты не посмотришь на все остальное. Но не магазином единым. Valve также не забывает и о социальных функциях своего магазина. Вернемся ненадолго в 2007 год. Тогда компания добавила в Steam подраздел «Сообщество». Грубо говоря, это был форум. Люди решали на нем свои технические проблемы, составляли руководство, помогали друг другу с прохождением и просто делились впечатлениями. Раздел настолько полюбился людям, что сейчас там нередко можно наблюдать не только людей из других ПК-магазинов, но и даже пользователей консолей. Сервис Valve работает как магнит и притягивает к себе страждующих и тех, кто может им помочь, тем самым привлекая к своей платформе все большее количество людей. Появившаяся в 2011-м мастерская Steam сплотила сообщество, позволив пользователям делиться своими модификациями к полюбившимся проектам, а также значительно упростила их установку. Была даже попытка сделать их платными, но она оказалась неудачной и была раскритикована и простыми геймерами, и модерами. В том же году свет увидел и Steam Guard, сделав платформу более безопасной. Положительно на социальные взаимодействия в пределах платформы повлиял Steam Greenlight. Позже его заменили на Direct. В этом разделе с помощью народного голосования выбирались проекты, достойные попасть на цифровой прилавок магазина. К слову, на этот самый прилавок начали попадать не только игры, но и фильмы. Ну и нельзя забывать о самой главной, мы бы даже сказали в какой-то степени иконической функции сообщества Steam — торговой площадки. Идея о ее создании пришла к Гейбу, когда тот фармил золото вов и за час заработал 20 реальных долларов. Чтобы вы понимали, насколько популярна была торговая площадка, приведем историю, которую Ньюэлл рассказал журналу Edge. Есть история о родителях, которые вызвали нас, поскольку думали, будто мы продаем их детям наркотики. На деле же произошло вот что. PayPal позвонил родителям и сказал, «Ваш ребенок превысил наш лимит зачислений. Вероятно, он продает украденные товары или наркотики. Другого объяснения быть не может». Так родители позвонили нам, и я сказал, «Он торгует вещами из Steam Fortress. Он зарабатывает 500 тысяч долларов в год». Это было для нас показателем того, что это был полезный способ мышления об играх, как о платформах. И это послужило основой для всех наших решений о многопользовательских проектах в дальнейшем. В 2013 году свет увидели такие функции, как Family Sharing и Early Access, и пользовательские обзоры. Первая функция позволяла делиться своей библиотекой с друзьями. Вторая подарила возможность разработчикам совершенствовать свои проекты до официального релиза при помощи прямого взаимодействия с добровольцами и сообщества. Ну а третья, опять же одна из самых важных, позволила высказывать свое мнение об играх состоявшимся покупателям и дополнительно поразмышлять о необходимости покупки всем сомневающимся. Ну а списки желаемого превратились в важнейший способ общения разработчиков с игроками до релиза. Девелоперы видели заинтересованность людей в своем продукте, а те, в свою очередь, получали оповещение о выходе понравившегося проекта. Именно в таком нагромождении возможностей и заключается одна из причин успеха магазина и своего рода революция. Steam превратился в настоящую специализированную социальную сеть для геймеров. Каждая из множеств его функций направлена на создание удобства и комфортное общение в пределах платформы. Создать социальную сеть – задача нетривиальная. Создать концептуально новую социальную сеть – задача еще более сложная. Это дорого, необходимую инфраструктуру невозможно выстроить по щелчку, а знающие люди уже работают в существующих социалках. Именно поэтому каждая попытка победить Steam была обречена. Ведь конкуренты воспринимали платформу Ньюэлла исключительно как магазин и не хотели тратиться на вещи, не заслуживающие, по их мнению, внимания. При том, что Steam вообще-то далеко не идеален. Падающий каждую распродажу клиент, интегрированный браузер, что не может похвастаться высокими скоростями загрузки и местами устаревший интерфейс магазина, могут негативно сказаться на пользовательском опыте. А несмотря на все усилия Valve, чатиться и созваниваться с друзьями на платформе просто-напросто неудобно. Проблема здесь в том, что несмотря на эти и многие другие минусы Steam, конкуренты магазина почти всегда не могут похвастаться даже этим. По мнению Джон Блатчер, чтобы по-настоящему составить конкуренцию магазину Гейба, нужно бить по его слабым местам. В интервью Polygon она приводит пример с Discord, который дал игрокам место для общения куда удобнее, чем чат в Steam, а теперь его ежемесячно посещает около 50 миллионов человек. Также возможно однажды пользоваться объединенной библиотекой GOG станет удобнее, чем пользоваться родной от Valve. Однако Гейб и его команда все равно занимают крепкие позиции на рынке, поскольку маленьким разработчикам просто невыгодно отказываться от накопленной за долгие годы пользовательской базы. Резюмируя, чтобы победить Steam, конкурентам нужно создать не просто магазин, а целую социальную платформу для геймеров, более дружелюбную, простую и не менее богатую сервисами. К сожалению, пока что ближайший конкурент в лице Epic Games Store к этому даже не приблизился. Первое, с чем сталкивается человек, заходя в Steam — интерфейс. Не поверите, но платформа от Valve частью своего успеха обязана и умельцам, придумавшим его. Свой рассказ о нем мы построим на исследовании инди-разработчика Криса Зуковски, который семь лет работал дизайнером интерфейсов. Крис хотел узнать, что вообще игроки хотят видеть на странице проекта. Какое описание и скриншоты должен приложить разработчик, дабы зацепить покупателя? Начнем с темной темы интерфейса. Такой выбор расцветки магазина Valve даже переняли другие издатели, что также открыли свои сервисы дистрибуции. Темный фон выбран, поскольку баннеры игр полны красок и цвета. Тут и там можно увидеть пестрого персонажа, яркий пейзаж или изобилующую эффектами сцену. Все это на темном фоне выглядит заметнее. Пользователю легче различить логотипы и обложки. В Steam существует множество различных подборок. Лидеры продаж, популярные игры или тематические коллекции. Именно в них пользователи чаще всего ищут себе тайтл для досуга. Внешний вид продукта в списке, так называемая капсула, основной инструмент привлечения внимания. Если она цепляет, в ход идет второй уровень ознакомления с проектом. Покупатель наводит курсор и появляется окошко с более подробным описанием. На нем видны скриншоты и пользовательские метки. Таким образом, Valve дают человеку информацию, не отрывая его от поиска, а значит, увеличивают шанс покупки. Когда пользователь оказывается на странице самого продукта, начинается эдакий детективный процесс. Исследование показывает, люди не любят тратить лишнее время на выяснение каких-то деталей. Valve это поняли, и поэтому Steam старается выставить как можно больше информации на поверхность. Первым делом внимание пользователя приковывают видео и скриншоты. Забавный факт. Большинство пользователей сразу же пропускают трейлер и идут смотреть картинки. Автор исследования связывает это с затянутостью роликов. Обычно самое интересное начинается только после долгих экранов с логотипами. Скриншоты же многое говорят о продукте за куда меньше отрезок времени. Вот что сам Зуковский говорит по этому поводу. Перед этим исследованием, если кто-то просил меня критиковать их страницу, я всегда говорил, не помещайте интерфейс в скриншоты вашего магазина. Люди хотят увидеть что-нибудь красивое, нескучное меню. Я не мог ошибаться больше. Интерфейс игры может многое рассказать зрителям о ней. Если вы видите интерфейс с двумя длинными счетчиками здоровья по центру, в верхней части экрана, это файтинг. Если вы видите числа в правом нижнем углу, значки оружия и миникарту, это, вероятно, шутер от первого лица. Гипотезу о трате времени подтверждает еще тот факт, что даже краткое описание все еще оказывается более предпочтительным, чем просмотр трейлера. Сразу под кратким описанием находятся теги. Система пользовательских меток очень облегчила игрокам ориентирование в магазине. Так, в первую очередь, пользователи пытаются выудить из тегов хоть какую-нибудь информацию о жанре. Описание под скриншотами тоже может с этим помочь. По наблюдениям Криса, люди зачастую его пропускают. Но если все-таки дойдет до необходимости в него заглянуть, то окажется, что игроки ищут там слова, которые бы помогли лучше понять геймплей. При этом чаще всего покупатели игнорируют пространное описание атмосферы. Главная заслуга Steam — пользовательские отзывы в самом низу страницы. Их читают куда охотнее, чем описание. И уж тем более охотнее просматривают именно их, чем трейлер. Большей популярностью, судя по исследованию Криса, пользуются негативные отзывы. Игроки хотят знать, о чем умолчали разработчики и почему с этим продуктом не стоит связываться. Длинные и несерьезные обзоры мало интересуют среднестатистического посетителя магазина. В одной из своих статей в 2015 году Сергей Галенкин рассказал, что у индустрии нет привычного понятия аудитории. В качестве примера он приводит категорию «женщина-геймер», под которую подходит как бабушка со смартфоном, так и 20-летняя студентка, которая проводит время за Call of Duty. Его главная мысль — делить геймеров на определенные категории бесполезна. Люди с одинаковыми признаками могут иметь совершенно разные предпочтения. Выводы статьи следующие. Если человек проводит много времени в одном тайтле, то необязательно он станет смотреть в сторону похожих проектов. Эта же мысль подтверждается и статистикой. Активная часть геймеров в Steam очень мала. Согласно данным, за 2015 год из 800 миллионов регулярно покупают игры только 1,3 миллиона. Valve знала о подобной проблеме и вовсю готовилась повлиять на ситуацию. В 2016 году для магазина вышло большое, большое обновление интерфейса. Оно сделало его примерно таким, каким мы видим его сейчас. Обновилась и система рекомендаций. До этого показ на главный был исключительно прихотью компаний. Таким образом, хорошо получалось продвигать громкие новинки, но не нишевые проекты. Как отметил Олден Кролл, дизайнер интерфейса Steam, такой подход исключал неожиданные попадания в аудиторию и спонтанные покупки. С обновлением Valve смогли уместить в интерфейс на 46% больше тайтлов, чем они показывали ранее. Это, в свою очередь, увеличило шансы человека наткнуться на нужный ему продукт. Кроме того, они поменяли алгоритмы, по которым работали рекомендации. Как итог, конверсия покупок после обновления выросла на 27%. Steam должен быть местом, которое поддерживает как блокбастеры с огромными маркетинговыми бюджетами, так и неожиданные хиты от новых разработчиков. От игр с командами из 300 человек до инди, созданных одним девелопером, и всего, что находится между ними. Мы считаем важным, чтобы у создателей был прямой путь для привлечения клиентов. После обновления алгоритм стал показывать проекты, основываясь не только на активности самого пользователя, а на активности его друзей. Решение оказалось удачным. Конверсия от рекомендаций друзей составляла 15%. Это самый высокий показатель из всех капсул на главной странице. Помимо этого, Valve позволили вручную настроить рекомендации, скрыв ненужные метки или типы товаров. Кураторам был отведен целый раздел под последние обзоры, а под всем этим стали красоваться тематические списки, самые популярные новинки, самые продаваемые игры, скидки и список с предстоящими релизами. Обновление оказалось крайне успешным. По данным, которым предоставил Кролл на форуме разработчиков Steam, люди стали покупать в среднем на 8 проектов больше, чем раньше, и за один подход клали в корзину в два раза больше тайтлов. Это не только увеличило прибыль Valve, но и обогатило и небольших девелоперов. По данным компании, выросло число тайтлов, что за 90 дней после релиза заработали больше 200 тысяч долларов. В марте 2021 года портфолио-менеджер компании Paradox организовал Discord-встречу с тремя сотрудниками Valve, которые трудятся непосредственно над Steam. Скрипт этой встречи является публичным, и из него можно выудить следующее интересное наблюдение. Алгоритм рекомендации очень сильно обращает внимание на количество времени, проведенное пользователем в игре и теги. Так, если у какого-либо проекта есть тег-гонки, и люди проводят времени в игре больше, чем в среднем по данному тегу, то выше вероятность, что система порекомендует проект более широкому кругу пользователей. При этом для каждого тега медианное время своё. Имеет значение также и то, насколько часто вы возвращаетесь к проектам от тех или иных разработчиков, на каких кураторов подписаны и во что играют ваши друзья. В 2019 году компания создала систему рекомендаций на основе машинного обучения. Кроме того, с помощью специальных ползунков каждый может выбрать для себя степень популярности проекта и время его выхода. Нейросеть напрямую получает данные только о дате релиза тайтла, а всё остальное она анализирует самостоятельно. Также она не обращает внимания на метки и обзоры от пользователей. Свои рекомендации нейросеть строит только на активности геймеров и не использует больше никаких внешних данных. В Valve постарались избежать типичных жанровых советов. Например, если вы проводите время только в условной доте, вам не будут советовать скачать себе ещё какую-нибудь мобу. Вместо этого нейросеть посмотрит предпочтения других людей с похожими увлечениями и посоветует соответствующие проекты. Это чем-то напоминает то, как функционируют рекомендации на Netflix. По словам компании, такая система позволит исключить фактор влияния разработчиков на рекомендации, поскольку сейчас некоторые пытаются угодить алгоритму, а не покупателям. Нейросеть же не смотрит на обзоры и метки. Она основывается только на поведении людей. Однако пока она работает только в качестве эксперимента на отдельной странице. Система в самом магазине не изменилась с 2016 года. Прежде чем вносить значимые изменения, компания хочет убедиться, что всё работает как нужно. Продолжение следует... Вы готовы для мечты? Продолжение следует... Вы готовы для мечты? Продолжение следует... Выше мы вскользь упоминали скидки в Steam. И действительно, регулярные распродажи площадки, широко известные даже за её пределами, смогли пошатнуть устои индустрии. А потому не остановиться на них мы не можем. В 2009-м Valve добавляет разделы с играми по 5 и 10 долларов. Подобным манёвром платформодержатель пытался подтолкнуть пользователей на необдуманные покупки. Позже Ньюэлл и команда решили посмотреть, как рынок реагирует на изменение цен. Они втиху искосили 75% стоимости Counter-Strike, но доход от этого не поменялся. Затем Valve решили провести ещё один эксперимент и организовали распродажу. В этот раз компания не стала отмалчиваться, а раструбила скидки на каждом углу. Ожидалось, что это мало что поменяет. Однако доход вырос в 40 раз. Более того, распродажи не только повышали спрос в цифре, но и тянули за собой розницу. А когда акция заканчивалась, ажиотаж не спадал. Люди, купившие проект, оказывались хорошим инструментом для маркетинга. Сарафанное радио приводило в магазин других людей, а те, в свою очередь, также не скупились. Крупные представители индустрии, правда, отнеслись к скидкам скептично. Одни начали говорить, будто таким образом цифра убивает розницу, хотя данные Valve говорили обратное. Другие стали утверждать, что распродажи обесценивают игры. По мнению управляющего директора ГОК Гиома Рамбура, сброс цены больше 80% даёт геймерам понять, что на самом деле проект стоит не очень-то и дорого. Он считает, что скидки несут большой ущерб будущему всего бренда, и лучше выпустить привлекательный продукт на старте, нежели потом пытаться скрыть его недостатки за низкой ценой. Однако сами разработчики, участники распродаж, пришли к другому выводу. Они смотрели, как их проекты разлетаются большим тиражом и обретают новую жизнь. Так, генеральный директор Руник Геймс Макс Шефер в 2012-м утверждал, что их Torchlight успешно продаётся спустя 4 года после релиза, благодаря акциям от Valve. У Эдмунда Макмиллена спрос на The Biding of Isaac увеличился в 60 раз, когда проект попал под предложение «Горячая сделка» и получил скидку в 75%. А разработчики из Supergiant Games, авторы Bastion, говорят, что их тайтл продаётся куда лучше именно во время скидок. Valve видела, как сильно можно увеличить прибыль от распродаж и стала рекомендовать авторам использовать скидки для продвижения и продления жизни своего детища. Вместе с тем компания написала ряд правил, которые ограничивают какие-либо махинации с ценой. Скажем, разработчик может назначать скидку в течение 30 дней после изменения стоимости, как и менять цену во время акции. Поначалу распродажи были банальным списком скидок, но со временем Valve стала делать из этого целый праздник. Она вводила различные мини-игры, вовлекая тем самым пользователей во всеобщий ажиотаж. Например, компания очень любит устраивать соревнования в сообществе. Впервые подобное произошло в 2014 году. Тогда аудитория разделилась на команды и стала набивать очки, а победители могли получить проекты из своего списка желаемого. Также на заре распродаж скидки на некоторые проекты могли отличаться в разные дни. Поэтому пользователи чувствовали азарт и интригу, каждое утро обновляя страницу в надежде увидеть более выгодную цену на интересующий их продукт. Однако в 2015 году Valve отказалась от подобного в пользу постоянства. Компания решила предоставлять сразу лучшую скидку на протяжении всей акции. Таким образом, компания, начав экспериментировать с ценами, открыла дивный новый мир взаимоотношений с покупателями. Скидки стали спасением для стареющих тайтлов. Для многих стала традицией закупаться на крупных распродажах и никогда не играть в купленный продукт. Все вышеперечисленное сделало Steam важнейшим для индустрии сервисом. Те или иные находки магазинов стали распространяться и на сервисы конкурентов, но серьезным образом потеснить гиганта цифрового ритейла на ПК пока что так никто и не смог. Тот же Epic Games Store все еще не вышел даже на уровень окупаемости, а уж по богатству функций не идет ни в какое сравнение с творением Гейба. Тем не менее, рынок развивается, и хотя Steam до сих пор имеет уйму проблем, отрадно видеть, что Valve не стоит на месте и пытаются выпускать что-то новое. Были потуги превратить Steam в операционную систему, выпустить собственный контроллер, шлем виртуальной реальности или вот выпустить свой портативный ПК. Не каждый эксперимент оказался удачным, но, очевидно, компания не собирается бездействовать и почивать на лаврах бессменного лидера рынка. Хочется верить, что и конкуренты поднатореют, чтобы и мы с вами в итоге получили лучший сервис. Ставьте ваши лайки, подписывайтесь на канал, жмите в колокольчик. И, разумеется, читайте описание. В нем вы обнаружите ссылки на наш Патреон и Бусти. Справа вы можете наблюдать ники тех, кто уже поддерживает нас монеты. Отдельного упоминания заслуживают следующие. Григорий Дьяченко, Эйзиви, Дима Михайлов, Никита Корнеев, Антон Назаров, Шапкис, Макс Парамонов, Сидраг Далалаян, QQRM, Алексей Антонов, Солдат Харда, Ирина Крысина, Ярослав Белоус, Эмиль Шейхуддинов, Виктрус, Даниил Слобода, Стас Иванов, Эдуард Матченко, Андрей Нечиперович, Анна Мельникова, Тайсё Джейпи, Евген Бе, Александр Фролов, Диал, Уилла Хантинг, Полина Грошева, Сергей Кулевский, Дмитрий Табрут, Эдуард Волощук, Вова Стельмощук, Андрей Хлыстун, Ахиллес, GSXR, Никита Бронников, Драйвер Нефи, Ирина Тендер, Бедный Ёжик, Сергей Лайформ, Хорин Орнов, Предводителев Артём, Sunwave, XTR16, Кирилл Карагодин, Илья Мешков, Бла-Бла, Джерон, Валерий Михалапов, Крум Норм, Роберто Панчвидзе, О12О12О, Ангелина Хейли, Мистер С, Шаман, Ценей, Чекунаев Влад, Павел Тумаев, Бородачество, Дмитрий, Игорь Керничный, Ибрагим Баташев, Иван Ткачёв, Лиседмал, Валентайн, Буза Ник, Гибкий Рафик, Адам Забродский, Лекс Дарлок, Корвин, Симеон Шварц, Аликато, Нордрон 92, Косков Андрей, Бузницкий Влад, Евген Самчук, Савостянов Иван, Константин Ильяш, Тимур Галимов, Босс Рашмот, Край Хэвик Армор, Харман Тьярков, Иван Романов, Юрий Косарев, Ваня Ковалёв, Виктор Трофим, Хэмик, Сергей Тишкевич, Саша Ильин, Григорий Ревенко, Юрий Лапшин, Александр Подчасов, Дартаан, Spirit Hero, Андрей Орлов, Александр Флейм, Михаил Шумилов, Владислав Красильников, Владимир Черепанов, Алексей Шепелев, Илья Данилов, Алексей Гомелев, Вячеслав Пафомов, Тимур Газизов. К слову, если какую-либо фамилию мы прочитали неправильно, то обязательно пишите нам об этом в группе. И, как обычно, не живите одной жизнью, живите многими. До новых встреч!